День шестой. Продолжает ходить Георг. Так, ну Галтран пока просто не крит налево и направо, все подряд, все что находится рядом. Но просто в его задачи не входит возвращение армии назад, поэтому он может тут себе позволить этим заниматься. Герой, который будет добирать улик, он, по идее, будет армию вывозить назад и сращивать цепь. Так, скелеты, получается, берутся только на единички. Даже так. Так, битва без потерь, ловит землю, чарно. Ну и с минимальными потерями добирается очередной улик. А вот, кстати, как он будет возвращать. То есть, будет добирать еще одного героя, но для этого же надо кого-то удалять или прятать. Вот в чем вопрос. И вообще, нужно ли было освобождать сейчас этого героя? Может, нужно было сразу же эту армию просто вести назад и там пытаться срастить цепь? В принципе, Домокона можно спрятать, да, получается. В общем, отдается на Геона. Геон будет тащить армию вниз. Забираются скелеты у Галтрана. Ну, цепь, кстати, более-менее срастается. Все неплохо. Я ожидал, что будет все похуже. Ну что, Аламара есть возможность тогда прятать. О, обзорка. С кучей проходов в разные стороны. Удаляется герой. Так, ну и битва с тряпками. Получается, будет освобождать еще себе героев, на которых будет добираться последний улик, очевидно. Щиток накидывается на ангелов. И сразу же ангелы минусуют один из теков. Единичка снимает ответочку. Все, с минимальными потерями. Кто освобождается? Это Риан, пятого уровня. Ну что, возможно, Дарксторн будет удаляться? Или нет? Нет, стоп. Да. Да, Дарксторн удаляется. Получается. Нет, не Дарксторн. Брахиль тоже пятого уровня. Два героя пятого уровня освободил. Ну и цепь, в общем-то, срастается, получается. Брахильда вместе с Аджором без разгона запускает по бездорожью. Не знаю, насколько это целесообразно. Аджорта можно было и забрать. При взятии... Ну, хотя, в принципе, при взятии уликов он ему не особо нужен. Но, я думаю, где-то можно было бы найти ему применение. Удаляется, таки, Дарксторн. Хотя, в принципе, вроде как это пока не требуется. Ну, посмотрим. Просто мы не владеем информацией по поводу того, что же планируется. А, он же ж одного героя, да. Сандра освободил. Тоже без разгона Сандра запускается на разведку. Но ничего толкового обнаружить не удалось. Тоже без разгона Сандра здесь. Гунар 15 уровня. Вот Гунар, кстати, качается очень хорошо. Вторая неделя, 15 уровень. Это, конечно, темпово. Тут ничего не скажешь. Снимается ответка с алмазных колемов. Наваливается всеми стеками. В ящике дают 10 тысяч опыта. Ну, неплохо. Вот вам, пожалуйста, еще уровень выше стал. И вторая неделя-то еще не закончилась. Вот казалось бы, да, просто логистика. Что тут такого? А насколько она все-таки помогает вам темповать больше? Ну, тут есть стрелковый стек, поэтому, понятное дело, сразу же ангелами наваливается на этот стек. Иначе он тут может понести совершенно необязательные потери. Ну, а ангелы разбираются с верхним стеком. Удаляется Сандра. И приходит бронь 10 уровня. Приносит немножечко василисков. И тем временем разгоняет Гунара. Подумывает броном пробить змеек заодно. Чтобы можно было ездить напрямую в разные стороны там, судя по всему. На следующий ход он там пробьется. Возможно, даже он мечик подвезет некровский сразу. Туда же. И брон уже с некровским мечиком будет возвращать армию на Гунара. Ход переходит на... ...разымкрана. Пока что армия передается по цепи. От Сорши все отдается на Уланда. Вплоть даже до гномов. Ну что, щиток, консерватория. Все как надо. Есть замедление. Пускай даже не экспертное. Но хоть какое-то. Заодно и Бесятню, судя по всему, будет брать. И подникает стек скелетов. Который, в общем-то, очень немало здесь решает. И будет решать в консерватории. И заодно... ...добавит золото. С золотом, в принципе, проблем никаких нет. Но золота никогда не бывает много. Это позволяет вами разбиваться и откупаться. И вовремя делать скупку. Замедление накидывает. Для того, чтобы минимизировать потери. Проводит бой без потерь. Забирается щит. Видит, что армия на броне. По количеству замков они равны. По количеству героев они тоже равны. Ну, пока игра идет более-менее ровная. Каждый из них имеет преимущество по определенным аспектам. Нет никого из них, кто бы имел полное преимущество по всему. Поэтому игра может по-разному сложиться. Так, консерватория троечка. Неплохо. Вот теперь уже в наличии и у Розенграна появятся ангелы. Ну и с ангелами уже станет гораздо проще, конечно. Конечно, по ангелам еще не догоняет. Но ничего. Ускорение на скелетов дает. Для того, чтобы сначала ударили скелеты, а потом уже грифоны. Плюс нужно не забывать, что консерватория здесь на траве, поэтому плюс один к скорости получают все грифоны. Так, удар по эльфам получает и только после этого начинает их прикрывать. Ставит в угол. Ну, пегасами, да. Все верно, прикрывается пегасами. Благословение накидывает. Но остальными старается стоять. Сливает единорога. Крайне неприятный момент. Но будем считать, что этот единорог меняется на три ангела. Все, второй единорог тоже пал. Но это читалось, конечно. Так, остается последний стейк грифонов, который тут может наделать делов. Камни кожу накидывает, чтобы меньше скелетов потерять. Ну, вот, пожалуйста. Плюс 45 скелетов. На некрил при взятии консерватории. Грифонов было, получается. 150. Из них 45 стали скелетами. Ну, все. Армия потихонечку уезжает назад. Покупается Тазар. Для того, чтобы армия могла ехать еще дальше. Так, артефакты тоже передаются на Тазара. Что сразу инак хочет пробивать, да? Именно так. Чтобы каждый раз не оббегать их. Тут сейчас, когда организовывается подвоз в цепи армии. И переброска с одной части в другую. Очень важно терять как можно меньше мувпоинтов. Иначе может случиться такая ситуация, как это было у Георга. Когда главные герои начинают простаивать. Вам приходится какие-то повышалки посещать. Хоть что-то. Чтобы у вас продолжало идти хоть какое-то развитие. Так, добирается тактика. Заодно можно чекнуть драконью утопию. Что, в общем-то, и происходит. Тазар качается, да? Тактика еще ему прокачивается. Третий уровень гильдии магов. Ну что, четвертый тоже станет. По ресурсам все становится неплохо. Еще немножечко нужно будет попотеть над пятым уровнем. Ну, посмотрим, получит ли он что-нибудь. Понятное дело, для него самое важное, наверное, городской портал. Тогда он сможет смело бежать сразу во все зоны, пробиваться. Быстренько отпорталиваться в нужную. Хотя, опять же, у него же экспертной земли нету. У Кири. У нее же вода. Вот это, кстати, потеря. Возможно, именно поэтому он и стал вкладываться сейчас в Тазара. В надежде, что Тазар качнет землю. И хотя бы за счет Тазара можно будет порталиться в нужную зону. Да, это вполне реально. Абсолютно. Субтитры создавал DimaTorzok Ну что, кирюшке нечем заниматься, армия-то не приезжает, тоже получается простой. А, или стопио, это со стороны розенкрана уже был простой, да, когда он заповышал как-нибудь это. То есть, по сути, он продолжается. Проверяет сейчас длину цепи, чтобы все более-менее нормально могло срастаться. И ход передается далее. Снова на Георга. Так, находит Алкин фиолетового компа через один из порталов. Ну, хотя бы делает разведку, он понимает, что Алкина тут в любом случае словят. А так хотя бы разведывал немножечко территорию. Субтитры создавал DimaTorzok Брахиль все дальше бегает без разгона и продолжает свою разведку. Ну что, Бронн собирался змеек там пробивать. Огненный меч также там заодно отобьется. Перепроверил длину хода у Брона. Да, стыки змеек-то нехилые. Есть шансы довольно сильно подслиться. Понятно, что он здесь выиграет, но... Урона будет получено прилично. Очень удачно сморалились ангелы. Без этой моральки была бы печалька. А так они накидываются на копейщиков, которые играли роль Аджора и ничего лишнего в итоге не сливаются. Забирается мечик, также артефакт на прирост. Сейчас пытается также и некромеч подобрать и смотрит, как это все дело можно срастить. Ну, судя по всему, не очень хорошо это сращивается. Так, отдается все на Шакти. И Шакти почти довозит. Возможно, Брахельт будет удаляться. Или же вот этот герой Алкин, которого и так убьют. Да, удаляется Алкин. Выезжает Рьон. Удаляются копейщики. А Шакти остается на трех Траглодитах. Почему на трех, я не знаю. С учетом того, что у него есть тактика, ему даже одного вполне достаточно. Возможно, это перестраховка от того, что если где-то здесь начнет прыгать его соперник, чтобы было больше вероятности, что Шакти не будет убить. Но, когда против тебя соперник такого уровня играет, то наверняка он будет атаковать какими-то там ангелами или быстрыми юнитами, которые будут ходить быстрее Траглодитов. Но, хотя, если главный герой не будет дотягиваться, и армия невозможно передать, а просто какой-то разбитчик прибежит, то он, конечно, без особой армии не сможет заминусовать. За Золотым Луком пошел. Через Гунара. Ну, вот старается, видите, то, о чем я говорил. Сильно чистить каждую из зон. Возможно, тоже в отстройку гильдии будет уходить. Как знать. Чистит на габанке. Ой, на габанке, говорю. Циклопники, конечно. Четвертый уровень, да, отстроил. Но там дали только метеоритный дождик. И еще что-то. Городским порталом даже и не пахнет. Ну что, будет перестройка гильдии, значит. Если ребята играют с перестройкой. По умолчанию в правилах я прописал ставить перестройку гильдии, конечно. Ну, вот он засвечивает еще местонахождение уликов. Правда, туда придется еще побегать. В те зоны. Не так уж это и близко находится. Поэтому бежать туда или нет, это уже решать самому Георгу. Джем тоже запускается в эти же зоны. Ну, очевидно, будет заниматься собирательствами там. Все, что будет по пути отбивать Гунар. Герои, которые будут бежать за ним, будут заниматься собирательством. Ну и плюс, возможно, понадобится разбивка потом Гунара. И эти герои послужат цепью для возврата армии назад. Все, у нас тем временем снова ходит Розенкран. Собирается брать склеп. Склеп предминимальный. Дизморалька на эльфов. Неприятный момент, конечно. Но битва без потерь. Все отдается на Тазара. Тазар отдает на Вистана. Все, наконец-то начинают пробиваться питы, которые давно тут стоят и мешают проходу. Все, наконец-то они пробиты. Дорога расчищена. Все отдается на Исру. Так, Иенова пошла захватывать рудник. Могпоинтов на это хватило. Четвертый уровень дают цепную молнию. В общем, у одного теперь будет цепная молния, у другого метеоритный дождь, но оба игрока без контроля. Тот, кто получил бы контроль раньше, он мог с большей долей вероятности зарашить своего оппонента, да и в затяжной игре перебегать. Ну а так у нас даже в этом плане пока равенство. Два более-менее равноценных заклинания заходят на четвертом уровне. Посмотрим, что оба игрока получат на пятом уровне. Вообще вероятность получения на четвертом уровне городского портала мне кажется выше, чем на пятом уровне возможность получить полет или ДД, поскольку там еще на пятом уровне есть и взрыв, и четыре вида элементалей, которых можно призывать. Заклинания заходят всего лишь одно. Перестраивать гильдии любой из тех уровней, которые вам нужны, разрешено только после того, как отстроены все уровни гильдии в вашем замке. Ну и Кирюшка сейчас будет добирать собственно консерваторию очередную и потихонечку пытаться по мощи армии если не перегонять, то догонять соперника. Ну и вот насколько же скелеты помогают, да? Такой хороший ударный стек. Намного проще с ним брать консерватории. Потери минимизируются очень сильно. Думает эльфов куда ставить? Ставить снизу, хотя можно было попытаться и сверху отстроиться. Перестроиться точнее. Удар по эльфам все равно пропустил. Ну одиннадцатая защита дает о себе знать. Как никак. Поиск пути был бы тоже наверное не лишним. Поскольку по бездорожью приходится часто бегать. Тем более в ближайшее время тоже вот он берет одну консерваторию. Там у него в принципе планируется наверное взять и еще одну. Хотя как знать. хочет серый отбивать. Но серый у него беда. Поэтому конечно же сразу ее добирает. Нужно ему стараться отстраивать пятый уровень гильдии магов. поэтому нужно находить и добывать все необходимые ресурсы. Но это относится не только к розенкрану но и к Георгу тоже. Но у Георга с ресурсами получше обстоят дела. Вроде как так остается на разгоне Кирия возвращает армию на Исру. С перчатками само собой. Так что с обоих сторон их плагисты теперь на разгоне на ангелах. Думает что Соршей делать. Перепроверяет драконью утопию ее величину. Тоже надо ему подобрать момент когда именно он будет брать эту утопию. Вторая неделька заканчивается вот как раз будет начинаться третья неделька на третьей неделе обычно уже берутся конечно утопии. Бывает что и на второй неделе берутся утопии но во-первых не все способны реализовывать расклады таким образом чтобы на второй неделе брать утопию. Ну а во-вторых не всегда расклады позволяют. цена ошибки слишком выликает и сразу вылетать с турнира не хочется все-таки есть возможность даже через сетку лузеров пробраться к матчу за третье место либо же в гранд финал и побороться за первые два места. Призовых мест в турнире три и каждый хочет за них ухватиться. Но правда не все борются за деньги. Для некоторых это просто возможность поиграть с игроками топового уровня. Но также просто скажем так побыть в одной компании со всеми ребятами попасть на ютуб это все остается в истории. Например тот же G игрок из Румынии он писал о том как можно попасть в вашу компанию когда турнир организовывался когда уже был перебор с игроками и надо было организовывать отборы ну и вы все помните игру G против болотника в отборе все ход передается далее теперь уже Георг раздумывает тем что ему делать ну не красопоги ему не так уж сильно хотя под Галтрана разве что под Галтрана и мантия вампира и сапожки ему бы пригодились правда третья неделя наверное уже поздновато заниматься не крением но с другой стороны неизвестно насколько игра затянется так что вполне возможно что и не поздно разбивается Гунар каждый раз приходится 2500 золота тратить на то чтобы разбиться где-то потом выкупаться в замке а все потому что нет контроля были бы заклинания контроля не было бы подобных проблем у ребят Аламар пробивается через мечников ускоряются гнолики ай-яй-яй сморалились мечники и сразу же по троглодитам уже и так от ударного стека троглодитов толком-то ничего не осталось продолжают накапливаться проблемы ну ангелы конечно очень сильно здесь решают в данном бою мантикоры еще и сморалились тоже пойдет земля забирается некро сапожки тоже ну все как раз вот некро артефакты кроме как галтрану ну чарни да еще могут пригодиться есть два некроманта в наличии тут можно как-то организовать цепь чтобы чарна и галтран находились рядом и на каком-то из флангов некриле там параллельно друг с другом дать им к примеру одного двух ангелов и вперед им этого более чем достаточно для некрени и очередной циклопник собирается брать все это делается исключительно для того чтобы отстроить пятый уровень гильдии магов но четвертый я думаю тоже будет еще перестраиваться если игра к тому моменту еще не закончится вот пожалуйста бегает некрит с некр артефактами тоже довольно много действий сделал за свой ход Георг, продуктивный ход. Думает куда Чарну направить, направляет ее вниз, ну и Шакти тоже идет ниже. Все герои отходили, выкупается после разбивки Гунар под конец хода и отстраивается пятая гильдия и заходит водяной элементаль, то есть контроля не дали. Придется и дальше Георгу потеть, чтобы отстроить себе гильдию должным образом. Загрейдил Грифона и будет покупать Грифона, чтобы на девятой скорости оставаться на разгоне. Поскольку лучшего разгона в этом замке просто не получить пока что. Так, выменивает еще золото, поднимает себе уровень. Ну что сказать, Гунар прокачан очень сильно, конечно. Мы это уже отмечали. Вот что-что, а с Гунаром и с его прокачкой проблем нет. Если по развитию еще можно там к чему-то прикопаться, то к темпу прокачки Гунара в общем все нормально. По прокачке он превосходит кирь. Это один из тех бонусов, которые делают перевес в сторону Георга. У Розенкрана свои плюсы. Так, кирюшка разбивается. Так, и тоже идет брать Циклопник. Будет брать его Исра и заодно и подникрит немножко. Не сильно хотелось бы подставлять эльфов, но вариантов-то нет. Надо с ними лезть. Иначе начнутся проблемы с цепями. Предложили потери, которые не устраивают на данный момент. Так, накидывается на один стек. Наверное просчитывает, кто с прямой стрелы будет стрелять, кто не с прямой. Так, замедление накинул на один из теков, чтобы эльфы стреляли по нему раньше. Так, ну все, пошли стычки уже и циклопы начали бегать по всему полю. Поскольку они заблокированы и стрелять они все равно не могут. подставляют. Но потери явно получше, чем предлагались изначально. Тоже пятый уровень. И дверь измерений. Все. Получает контроль воздушный. ДД это очень хорошо. Но можно делать одним героем всего лишь в день один раз ДД, то есть кастовать это дверь измерений, пространственные врата. Для того, чтобы кастовать два раза, нужно быть экспертом по воздуху. Ну а как мы отмечали, со стороны Розенкрана всю игру не было героев, магов нормальных в наличии. Поэтому с этим вот как раз таки будут проблемы. Но даже один ДД это очень хорошо. Он сейчас сможет прыгать из одной зоны в другую. Он в принципе знает в каких зонах уже был его соперник, где он там засвечивался. Подумывает даже о, наверное, прыжке в ту зону, где есть консерватория. Ну вот сейчас в принципе вы будете наблюдать, как получение контроля, насколько оно дает вам много преимуществ. И насколько быстрее вы начинаете развиваться, прыгать из одной зоны в другую. По правилам на шаблонах размера XL с подземельем разрешено прыгать из одной зоны в другую, при этом не пробивая охрану. поэтому сейчас начнется большое количество прыжков. кирь пробежалась вплоть до внешнего жилища циклопов. И пробежалась она на собачках, таким образом у нее нет штрафа прибегать мне по камням. Кстати, он знает где находится его соперник, там же красный цвет у него светится. То есть в принципе если он захочет закончить игру, то он уже сможет направиться в одну из зон, которая есть в наличии у розенкрана, у Георга точнее извиняюсь. Ну и там уже начнется в общем-то завершающий этап. Причем что самое интересное, Георги еще не нашел прохода в сторону розенкрана, а вот розенкран знает примерно куда ему нужно прыгать. Ну конечно, за счет просмотра земли и воздуха они все равно смогут оба отыскать друг друга. Кирюшка готовится, судя по всему, к утопии. Вот он сейчас проверил размер и утопия максимальная, ребят. Макси утопа. Вот это да. И взял с собой вместо семи единичек пять. Ой, шесть по-моему, да? Пять или шесть единичек. То есть если бы там были Моральки, он бы сейчас еще и главного героя мог потерять. Или у него там от Моралек что-то есть. А, ДДшечка есть. Что пойдет брать еще одну концу, наверное, вот эту вот дальнюю. Вот только цепь нужна отстроенная, чтобы к нему армия там нормально доезжала. А, ДДшечка. Хотя он может сразу с армией туда ДДшится при желании. Так же. Передаются артефакты тоже на Кирь. Хороший ударный стэк эльфов получается. Уже запал ТОС. Без потерь. Ну, не дотянется он. На следующий ход, конечно, будет уже эту консерваторию добирать. Ну, вот вы видите, да? Вот уже за этот ход. Если так ему пришлось бы бежать туда дня 3-4, наверное, за той консерваторией, то он, по сути, сейчас вот на следующий день ее уже заберет. Так, ну, цепь, наверное, по возврату все равно надо, чтобы можно было разбить Кирюшку. Хотя, возможно, он наверх будет сразу ДДшится на снега и где-то там уже пытаться бегать. Но, опять же, он будет ДДшится по бездорожью там. Будет довольно медленное перемещение. Не факт, что он что-то нормальное оттуда вытянет. В общем, свои определенные трудности и опасения там есть, конечно. А с учетом того, что мы видим, как он старается все намного темповее делать, то мне не верится, что он будет ДДшится на снега. Вот как раз вправо туда, от своей территории, где виднелась утопия, вот туда возможно. это, во-первых, и новая зона для него. И, во-вторых, там не будет такого серьезного замедления по мухпоинтам. Так, разбился Маандор на утопии. В общем, теперь утопия используется как раз-таки. А, вот он что готовит. То есть, смотрите, он берет на следующий ход консерваторию, ДДшится сюда поближе и будет врываться через этот портал в какую-то зону вместе с Маандором. Вот в чем, собственно, смысл, по идее. А, Маандор же у него тоже там с достаточным количеством маны, то есть у него есть два героя, которые могут ДДшится теперь. У остальных проблемы, да, с сознаниями. Да, беда, конечно. Один Пегас дается на разгон на Клансе. Клансе, наверное, будет одним из тех, кто тоже будет вместе с ними. В цепи теперь. Азар плюс один к защите берет. Смотрит, что есть в наличии по заклинаниям. Вот за этот ход, когда ДД появилась, конечно, таймер очень сильно начинает сливаться. Но он просто понимает, что сейчас для него открылись такие большие возможности. И теперь нужно свои действия перепродумывать заново, потому что есть больше возможностей для маневров. Так, кастуется просмотр. Смотрит, где находятся какие герои, чтобы примерно хотя бы понимать, где что происходит, какие зоны уже зачищены. Вот зоны, где много звездочек, это значит, что там валяются еще артефакты. Если вы увидите зону, где артефактов этих уже не лежит, значит там развивается или ваш соперник, или компьютер, и он уже ту зону по артефактам подзачистил. Поэтому в тех случаях, когда вы собираетесь идти в какую-то зону мошницы, вы можете таким образом посмотреть, как эта зона зачищена, не зачищена. Ну и бежать надо в те, которые еще не зачищены. Во-первых, там еще никого не было, скорее всего. Опять же, щитки показывают местонахождение героев, поэтому можете понять, есть там хоть кто-нибудь из героев или же нет. Но опять же, когда у соперника есть ДД, то он может находиться где-то даже на соседней зоне, но при этом прыгнуть и накрыть вас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Парк Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дальше армию забирает Чарна. По цепи отдает все на джем. Ну, кстати, я не пойму, зачем он с собой таскает все некро артефакты. Наверное, не критинг не собирается все-таки себе какой-то стэк скелетов. Но в этом плане игра Розенкрана более продумана. То есть он любые возможности, которые могут приносить ему плюсы, старается использовать себе в плюс. Здесь же есть два некро артефакта и возможность с помощью одного-двух ангелов бегать не крить, он эту возможность не использует. Но, возможно, у Георга это связано с тем, что он собирается завершать игру и бежать на соперника. Как знать. Мы же не знаем, какие цели он сейчас себе поставил и что он собирается делать. Так, в новую для себя зону бежит, получается, на одних ангелах и единичках. Гунар 19 уровня. Две единички предлагают ему слить, он соглашается. Минус еще единичка. Если раньше за каждую единичку переживал Георг, то сейчас проводит битву так, на автомате. Разбивает ангелов на всякий случай на два стека. Мало ли, да. Вдруг соперник где-то будет накрывать. Одевает плащик на скорость. И свиток Армагеддон. На случай, если других вариантов не будет в наличии. Все, ход передается далее. Вот она консерватория двоечка. Ну что сказать, с консерваториями гораздо больше. Везет как раз Розенкрану. У него единичек еще не было. Тоже консерватория на траве. Самая неудобная, собственно. Ящик Пандоры есть слева. Но опять же, Кирюшка, если туда будет ддшиться, она не сможет вернуться на этот ход. Поскольку один дд всего лишь разрешен. Нужно воздух качать. А с воздухом есть только Маандор. Но он воздух еще не заэкспертил и будет экспертить в ближайшее время. Вот за счет Маандора можно будет, прокачав его, получить героя, у которого будет 2 дд в день. А он Маандора сразу же все разбивает. Ддшится домой. Все, Кири остается на разгоне. А Фиона армию возит наверх. Вполне возможно, что Кири даже будет где-то разбиваться. А он попробует сейчас пробиться через этот портал. Возможно захватить... А-а-а, вот что он надынул. Он собирается делать перестройку гильдии. Для этого добирает очередной циклопник. Но перестраивать, мне кажется, он будет 4 уровень. Никак не 5. Потому что городской портал очень сильно нужен. Есть сапожки на скорость. Неплохо. Перчатки уже есть в наличии. Покупается Элизар. Какой-никакой, но это все-таки маг. Включил в опциях. Видите, вот такой вот квадрат. Он показывает, на какое расстояние вы сможете ддшиться. Ну, то есть прыгать через этот портал. А, он хочет сразу же прыгнуть к одному из своих героев. Передать ему быстро армию. Так, что ли? Кстати, дверь измерения, она же отбирает еще и мовпоинты. Поэтому не стоит думать о том, что все это бесплатно. Абсолютно. Ну да, такое ощущение, что он собирается направляться в сторону ко взятию консерватории. Забирать ее как можно раньше. Все-таки задача Розенкрана все так же пытаться перемощнить соперника. Зачистить зону быстрее соперника, чтобы ему досталось как можно меньше всяческих вкусняшек. Ну и заодно подготовиться ко взятию максимальной утопии. Вообще, максимальная утопия это, конечно, круто. Но просто ее взять на таком раннем этапе довольно проблематично. Чем больше черных драконов в утопии, тем сложнее взять утопию. Тем более она получается мощная. И тем больше будет реликтовых артефактов. Реликтовые артефакты это самые мощные артефакты в игре. Поэтому вероятность получить все самое важное увеличивается в таких утопиях. Как правило, такие утопии бывают крайне редко бесполезными. Поскольку шанс получить что-то классное крайне велик. Ну что, Маандора хочет сразу туда запускать. И Маандором тогда туда бежать. И скорее всего Маандор в этом случае получит экспертный воздух после взятия консерватории. Маандор остается даже на разгоне. И с экспертным воздухом он сможет даже вернуться назад. Как вам такой план? Круто, я думаю. Молодец, он продумывает эти моменты наперед. Так и нужно делать. Кир тем временем остается внутри замка. Она не может выйти на карту, поскольку уже 8 героев есть. Нужно либо кого-то увольнять, либо же она будет сидеть и просто пополнять ману внутри замка. Вот Исра разбивается. Он не теряет ее. Она совсем, он ее просто разбивает. В нужный момент он сможет ее, конечно же, выкупить. Это только начало недели, поэтому переживать об этом, конечно же, не стоит ни в коем разе. Думаю, откуда Кланси. Продвинул по пути немножечко вперед. И все, ход передается далее. Ну что, Георг будет и дальше продолжать углубляться в зону слева. В новую для себя, тем более он видит, что она не зачищена. Там не видно вражеских щитков. Поэтому должна быть нормальная возможность, чтобы там помошниться. Конечно, хочется и утопии уже брать. Но армия не так, конечно, велика, как хотелось бы. Не собрал он достаточное количество уток. Виверн, да? Чтобы можно было с ними, не боясь, брать любую утопию. Но в этом они чем-то похожи. С Розенграном, то есть, оба находятся в том положении, в котором нельзя брать абсолютно любую утопию. И оба должны готовиться к тому, чтобы такая возможность у них появилась. Для этого армия должна быть гораздо сильнее. Нужно отметить еще тот момент, что Розенгран в угоду темпу не пошел все-таки в ту трежерную зону, в которой он мог бы очень некисло поднять свою мощь за счет большого ударного стека единорогов. И сделал это намеренно, поскольку он понимал, что, во-первых, он потеряет прилично по времени, во-вторых, по золоту нужно было бы параллельно как-то тоже решать вопросы. Поэтому он намеренно, в общем-то, не воспользовался тем преимуществом, которое могло бы ему выпасть. Так, ну тут очередной оплотский зам. Ух ты! Консерватория. Еще и неплохой артефакт. Жерелька из зубов дракона. Охрана здесь не самая сложная. Один из самых слабых, если не самый слабый на седьмом уровне юнит. Призрачные драконы. Все, количество ангелов сейчас будет пополнено. Консерватория двоечка. Постарается не потерять даже гноликов. Гнолики нужны для того, чтобы их потом можно было делить на единички. Пожалуйста, взятие без потерь. Не стал добирать ожерельку, пошел просто дальше. Сосредоточен тоже сейчас, очевидно, на темпе. И вот, как назло, он удаляет гноликов, чтобы они не замедляли его передвижение. И как назло, не попадаются ему на пути по каутопии какие-то. Улики, в принципе, он знает местонахождение некоторых. Но один улик за ифритами, он не хочет рисковать, сражаясь с ними. Другие находятся далеко, он не хочет терять время, чтобы бежать за ними. Так, не стал разгоняться Аламаром на шахте почему-то. Заодно и шахту бы взял и разогнался. Так, ну, Орион занимается собирательством. Поскольку вот эти герои, которые остались с этой стороны, они уже не находятся в цепи и в зоне каких-то серьезных действий. Поэтому главный герой убежал просто в сторону. И оказалось так, что большинство героев остались теперь брошены просто на произвол судьбы. Их сейчас надо будет, те, которые важны, разбивать, наверное. И все-таки находить им какие-то занятия. Остальных, возможно, даже удалять. Чтобы они не мешали. Возможно, когда Гунар захватит очередной замок, уже оттуда, будут выкупаться эти разбитые герои. Посмотрим. Ну, сложно угнаться, конечно, другим героям, когда есть раскачанный специалист по логистике. А вот логистика плюс контроль, это вообще жесть. Субтитры создавал DimaTorzok Кристаллов нет вообще для того, чтобы делать перестройку гильдии. Надо их тоже где-то будет раздобыть. Делает последнюю расстановку. Перед тем, как передавать вход. И спрашивает насчет перестройки. Да нет, перестройка работает. Ну, у него же кристаллов там не хватает. Он, наверное, не обратил внимания, что у него недостаточно кристаллов. Когда пробовал делать перестройку. Понятное дело, что ресурсов не хватает и не можешь строить. Докупаются еще кентавры. Выбирается немножко серо, самоцветы. Ну, все ресурсы нужны. Потихонечку улучшает ситуацию с ресурсами. Армия приезжает на Маандора. Сейчас он поближе станет, чтобы можно было прыгнуть в эту зону. Как раз таки пробивает охрану. Все согласно правил перед взятием объекта. Несмотря на то, что из одной зоны в другую без пробития охраны можно проходить. Но брать объекты без пробития первоначально охраны, которая охраняет этот объект, нельзя. Думает, бит ли пегасами. Решил в итоге бить. Все для того, чтобы эльфы не пострадали. Все-таки стек очень хороший, не хочется его терять. Есть накидка. И вот экспертица воздух, наконец-то. А то могли бы возникнуть проблемы сейчас с тем, чтобы нормально выбежать из этой зоны. Было бы крайне печально. Пришлось дожидаться бы следующего дня. А так, можно сказать, что можно выдохнуть спокойно. На разом крана. Все у него срастается. Что, возможно будет разбиваться сейчас. Уменивает золото достаточно для скупки кирь. И все-таки будет брать максимальную утопию. Наверное, эльфов будет брать, да? Нет, не берет эльфов. Так, ну, главный аджорный стек это все-таки... Кентавры, наверное. С маной, кстати, беда. Придется ее экономить. Из таких заклинаний, которые бы могли неплохо помочь, это только камни позже. Даже щитка и того нет в наличии. Вот это беда. Брать утопию без щита, это крайне печально. Дендроиды привязали зеленых драконов на месте. Это должно повысить вероятность, чтобы били по этим драконам. Ой, дендроидам, точнее. Лечение накидывается на ангелов. Просто, когда скелетов не встанет, все набросятся на ангелов, конечно. И если ангелы будут подбиты, то повышается вероятность того, что будут по ним опять же бить. А скелетиков встает все меньше и меньше. Лечение всего лишь один раз еще может накинуть. Накидывает. Все, скелетов не встало. Ну и теперь нужно бороться с тем, что есть. Кроме как стоять и бодаться, наверное, других вариантов не остается. Два ангела в итоге сливает. Книга воды зашла. Он прокачивал как раз до Эксперта магию воды. Ему дали книгу воды как раз таки под прокачку. Латы титана, которые очень сильно повышают силу магии. Но в его случае для него мана важнее под контроль как раз таки. Он бы больше радовался, наверное, каким-то артефактам, которые бы знания ему существенно могли повысить. Ну, кстати, Утопия не самая лучшая оказалась. Конечно, два хороших артефакта вытянул. Это латы титана. И книгу воды. Но наверняка рассчитывал на что-то большее. Есть возможность плюс один знания взять. Ну, это было бы неплохо, конечно. Проблема в том, что у армии теперь осталось не так уж и много. По сути, остались только ангелы и эльфы. Балтос эльфов и ангелов. Ну, то есть Утопии с этим уже не взять. Ну, точнее, взять-то можно, но жалко эльфов терять. А вот бегать, собирать какие-то объекты, отбивать артефакты, это еще нормально. Вполне себе. Ну, пока из того, что мы видели на карте, это вроде единственная Утопия. Аркаисра тоже хочет себе, да, добирать плюс знаний. Все герои будут стараться побольше знаний получить, чтобы каждому была возможность как раз таки по разу хотя бы делать нормальный ДД. Исра забирает армию. А, она идет брать на Габанг. В принципе, золото ему не горит. После взятия максимальной Утопии у него в наличии 46 с лишним тысяч золота. Как-никак. Есть колечко еще с ним. Кстати, наверху есть университет. Можно проверить, если есть в нем воздух, то вполне можно для Кирь купить там воздух. И в этом случае она его тоже постепенно заэкспертит и будет делать 2 ДД. Что очень неплохо. И стал под циклопник. На следующий ход Кирь будет брать циклопник. И он будет все-таки продолжать пытаться делать перестройку, судя по всему. Ну, а в наличии магов как не было нормальных, так и нет. Ну, есть герои, просто у которых более-менее знаний есть. Как раз-таки Кирь, Ман, Дор, Исра. Ну, опять же, у всех их не так уж и много, Ман. Знания желают лучшего, конечно. Алкин хочет купить сапожки. Да, так и есть. Таким образом, Кирь будет бегать еще дальше. И время заканчивается. Таймер сливает в ноль. Вот то, о чем я говорил. Получение контроля заставляет ходить дольше. Розенкрана. И теперь ему будет гораздо сложнее ходить. Говорит он, что-то не могу, но до сих пор же у него ноль кристаллов светится. Чтобы перестройка сработала, должно хватать ресурсов хотя бы на перестройку первого уровня. Тогда хотя бы высветится вам перестройка. А так не хватает даже на отстройку первого уровня. Понятное дело, нет смысла ей светиться вообще. Так, ну а Ламар идет дальше, расчищает дорогу. Ребята до сих пор все еще редко пересекаются где-то. Из-за того, что в основном наверху чистит зоны Розенкран, а внизу чистит зоны в подземке Георг. Таким образом они не мешают друг другу. Ну и насколько это затянется вообще непонятно. Розенкран вроде как перетемповывает. И будет продолжать делать отрыв в свою сторону за счет более раннего получения контроля. Но бежать на соперника он тоже не собирается, поскольку там тоже беда с армией. И в принципе беда с армией с обоих сторон. Мощь армии показывает больше у Георга. Потому что он поднасливал своей армии, скажем, меньше. И он не таскает всю армию у главного героя сейчас. Так, Галтран разбивается. Выкупается здесь поближе. Ну и что, пойдет на ангелах? Не крить или как? Да, идет не крить. Набирает с собой побольше некро артефактов. В данном случае два. Галтран потихонечку будет делать разведку. Ящик Пандоры есть. Посмотрим, будет ли он браться к Галтранам. Не знаю. Еще есть моральки ударил, да? Ловит землю. Хорошо. Да, берет сразу ящик. Дает 50 гномов. Ну, это как раз Аджор под утопию какую-нибудь. Просто замечательнейший. 50 гномов. Это даже под максималочку позволит им стоять продолжительное время довольно-таки. Проблема в том, что бегая с гномами не так уж много очков перемещения будет получаться. Очень медленный разгон. Но применение им однозначно можно будет найти. У джем очень много мувпоинтов тоже получается. Ну, Галтранам далеко и не убежишь тут, по сути. Иначе потом армия не в состоянии будет доехать должным образом. Кстати, гномов здесь можно будет еще докупить при желании. Таким образом, Аджора станет еще больше. Артефакты тоже возвращаются на Гунара. Торгрим находит улики и ящик Пандоры. Что пойдет Гунар за ними или нет? Сейчас посмотрим. Труба это тоже, ну, скажем так, не бесполезный артефакт. Все-таки видеть в подземке по радиусу больше, это неплохо. Смораливались ангелы замечательные. До взятия улика не достает, конечно. Что-то посматривал в физ.миге. Это книга по механике героев меча и магии. Ее вы можете найти в официальной группе ВКонтакте. Под таким же названием физ.миг. Физика мира героев. Причем можете писать как на русском, так и на английском. Для новичков она очень полезна. Идет перестройка гильдии. Ну, получает Армагеддон. На четвертом уровне. Но Армагеддон уже и так в свитке был. Поэтому не особо это можно считать бонусом. Ну, а тут Исра идет брать на Габан. Посмотрим, будет беречь ману, чтобы потом использовать дверь измерений. Или же нет. Кстати, Исра чем хороша? Тем, что у нее есть магия земли. И если городской портал таки будет получен. То это будет один из основных героев. Который сможет этим городским порталом пользоваться должным образом. То есть не просто в ближайший город автоматически перемещаться. А еще и выбирать в какой город. Ну и тратить меньше мувпоинтов. Получают удар эльфы. Призадумался. Розенкран. Ну что, эльфы в верхний левый угол. Даже не в самый угол решил загонять. Ну а тут с прямой стрелы должны эльфы нормально заниматься отстрелом. Ну и все, остается последний стейк, который будет и добивает его Исра. Ну все по ресурсам выходит нормально уже. Золота в наличии очень много. Тут даже за золото можно себе ресурсы уменьшить. Но понятное дело, он не будет тратить золото просто так. Потому что на случай, если соперник где-то его словит, ему нужно будет откупать свою армию. Потому что армия, в общем-то, ну приличная по силе получается. Логистику докачиваю, да. Все, очередной циклопник взят, отстраивал. Ах, вот оно что, он монахов отстроил. Это значит, он будет уходить в отстройку ангелов. А потом пытаться грейдить ангелов в архангелы. А вот это уже будет жирнющий перевес. Вот, даже если архангелов в наличии будет меньше, чем ангелов у его соперника, у него все равно будет перевес. И по скорости, и по возможности бесплатного воскрешения. Да и по силе армии. Больше сможет в бою маневрировать. Ну что сказать, молодец, Розенгран. Планы у него очень серьезные. И непонятно, что с этим собирается делать Георг. Последнее время мы наблюдаем просто беготню. Бежит то в одну зону, ничего не находит Георг, то в другую. Ну понятно, что это зависит не от Георга. Он же не может знать, какая зона окажется хорошей, какая плохой. Ну, из последнего положительного, что там у него происходило, это, пожалуй, взятие очередной консерватории было. Ящик Пандоры на 50 гномов, я даже не знаю, как считать. Ну, потенциально это, конечно, большой плюс, но... Утопию нужно еще и отыскать. Пока с этим беда. А до этого момента, в общем-то... Толку-то от них особого нет. Так, Алкин разбивается. Некробрелочек, получается, на Кирюшку подъехал. Так, армия приезжает на Тазара. Сапожки отдаются вместе с перчатками на Кирь, чтобы она получила еще больше муфпоинтов. Сразу же снайпера убираются, чтобы они не мешали проходу и не приходилось бегать по камням, теряя дополнительные муфпоинты. Так, Маандор, судя по всему, будет удваивать ману. Да, так и есть. Для Маандора это важно, поскольку он эксперт воздуха, может делать 2 дд в день. Поэтому темп с ним очень высокий. Теперь уже, когда мана пополнена, понятное дело, одеваются латы Титана, которые в значительной степени силу магии увеличивают. Ну и все. Добирается очередной нагобанк. Секунды снова тают, и похоже, что снова будет сливаться таймер в ноль. Три секунды остается. Ну вот, не успею. Ходит Георг снова у нас. Гунар собирается разбиваться, судя по последнему оставленному кентавру. Пока что битва Торгримом против тряпок. Экспертица с сопротивлением. Будет добираться очередной улик. Должен браться без потерь. Так и есть. Виверн становится больше. Даже по вивернам уже перевес, в общем-то, потихонечку идет. Правда, это еще сложно назвать каким-то серьезным перевесом. Но виверн собрано больше, конечно. Георг пошел на кочевников с такой армией. Мда уж. С одним ударным стеком. Решение, конечно, так себе. Есть в наличии воскрешение, конечно. Но там же надо магию земли, по-моему. Хотя бы продвинутую сделать. Или вообще экспертную. Маны, по сути, в наличии нет. Ко мне кожу накидывает. Причем накидывает уже в тот момент, когда никого не остается. И повышается вероятность того, что будут бить как раз-таки все по мантикорам. Тут будет падать палатка, понятное дело. Становится в проходе, чтобы его не била толпа сразу. И старается просто не подставляться сразу под все стеки. Ну, одну мантикору все равно сливает. Но, по сути, все остальное было отжором. Поэтому терять это не так уж и страшно. Будет добираться очередной замок. И по количеству замков однозначно впереди становится Георг. Проблема в том, что это можно считать серьезным перевесом, если у вас есть городской портал. Ну, либо же цепи работают очень хорошо. А как раз-таки у Георга с этим проблемы. Городского портала нет. Даже так разбивает Аламара. А мантикоры остаются в этой деревушке просто. Ну, кто-то же их должен будет потом вывозить оттуда. Это по-любому. Что, вблизи вроде улика в консерватории больше не видно. Вот этот только ящик Пандоры отбитый ранее. О-па-па! Весь воздух. Таким образом полный воздушный контроль со стороны Георга. И полет, и дверь измерений. А вот теперь уже игра станет интересней. Теперь все зависит от скилла. Сможет ли он грамотно использовать должным образом воздушный контроль? Вот это вот большой вопрос. Розенгран мы видим, что да. Делает это еще большим преимуществом своим. А вот Георг посмотрим. Но проблема, конечно, Георга в том, что он тоже не качал себе воздух. Есть в наличии у него в принципе маги. Хотя стоп, а Гунар что он там себе качал? Я вот не помню по стихиям. По-моему воздух он как раз качал. То есть 2дд автоматически получает. Так что ли? Интересно, кто же будет инициатором стычек? Вот она перестройка гильдии. У него теперь заработало. это понимает. Потому что ресурсов стало достаточно. Но на четвертом уровне все равно бред всякий предлагают. дэдэшится Гунар повыше и ничего толкового там не находит. То есть углубляется все дальше и дальше. Толку от этого больше не становится. Делает просмотр, пытаясь понять куда ему направляться дальше. Лунара мухпоинтов конечно много. Можно долго бегать. Можно попробовать из могилы воина вытянуть какой-то полезный артефакт. Дело в том, что там артефакт абсолютно полезный. Воскрешение находит свиток. Из-за того, что случайный артефакт можно даже вытянуть какую-нибудь книгу стихий или же вообще чайник. То есть это шлем в виде чайника. Его так в простонародье прозвали. Вся вода. То есть в наличии у Гунара уже вся вода есть. Все заклинания воды и все заклинания воздуха. В принципе перевес по магии уже получается на стороне у Гунара. Единственное, что силы магии у него для этого все равно недостаточно. Ангелы отлично со своей задачей справляются танковать. Дотягивается до обзорки и даже она ему показывает, что эта зона никудышняя. Просто напросто. Вот то, о чем я вам говорил. Куда не идет Георг везде какой-то бред. Крайне редко ему что-то нормальное попадается. Но это во многом конечно еще и связано с тем, что он зацикливается. На каждой территории он старается до мелочей ее исследовать зачищать как можно сильнее. этого он теряет темп. В целом темп у него более-менее нормальный получается, но он бы был у него еще гораздо выше, если бы он все-таки темповал так, как это делает розенкран хотя бы. Возможно его расслабляет то, что показывает то, что наличие городов у него больше, и он думает, что соперник его как-то зациклился тоже на определенных зонах, застыл и развивается конкретно на них. Может быть это причиной. Все, удаляется иона. Освобождается очередной герой. Этим героем стала Целька. Она эксперт воды и земли. То есть, если городской портал найдется, то Целька станет очень важным героем. Но в любом случае, она неплохо прокачана. И даже у нее палатка есть. Как раз под экспертно прокачанную управление этой палаткой. И плюс благодаря просмотру теперь можно еще лучше просмотреть карту, чем собственно теперь и занимается Георг. А по таймеру оба очень сильно просели. Сложновато будет как одному, так и второму. Все, ход передается далее. Розенкран грейдит птичек. Ну и птички рух ему позволят тоже пробивать каких-то низкоуровневых существ. Хотя нет, он в основную армию их добавляет. Но неплохо. То есть он решил усилить основную армию ими. Так, и Маандору все-таки отдает часть артефактов, чтобы его как-то усилить. Все-таки это один из основных героев. Особенно после того, как именно воздушный контроль был получен, то он просто не хочется его делать самым главным героем. Поскольку он отстает, конечно, по прокачке по сравнению с Кирь. Отстраиваются ангелы. Теперь за каждую неделю будет получать еще и дополнительных ангелов себе. Ну и я думаю в ближайшее время стоит ждать постройки архангелов. По темпу, конечно, он точнее не по темпу, а по золоту просядет в экономическом плане. но зато и преимущество будет очень и очень значимым. так, эльфы с собой не берутся. Что, Кирюшка хочет знания себе добрать, да? Куда он ломанет? Или в портал, или же в эту трежерную зону. Именно та зона, в которой он мог очень мощно помощниться. И вот сейчас он идет. Когда у него возникли трудности с наличием армии, он сразу же пошел туда. Но прикол-то в том, что он пошел туда далеко не за взятием внешних жилищ. Он туда пошел по идее за утопией. Вот в чем дело-то. Ну хотя может быть постоит помощница здесь улики и внешнее жилище тоже заберет. Посмотрим. Очень удобно сюда бегать конечно Маандором. То есть он может быстренько здесь собрать весь прирост и с помощью двух ДД быстренько довести все в цепь и по цепи армия приедет на киль. Так что больших трудностей там с беготней как раз таки по болоту здесь возникать уже не должно благодаря как раз таки Маандору. Плюс он под конец недельки как раз сюда пришел и пришел сразу двумя героями. вот как раз именно наличие двух героев возможно будет способствовать быстрой зачистке этой зоны как вариант неужели кирь на одних ангелах собирается брать утопу там консерватория кстати под земочке есть а я не помню у него воскрешение есть если воскрешение есть то понятно можно и одними ангелами тоже ломиться так увеличивает прирост получается своих существ единороги тоже выкупаются так и следующий ход дело в том что тот ход был не записан со стороны Георга но мы видим в повторе что с помощью полета там прилетал Георг брал объекты и убегал назад так ну розенкран доразведал немножечко снежную зону дальше уже охраны стоят тут никуда не пробежишься скелет также проверялся на наличии артефакта но ничего там не дали ух ты а здесь еще и вторая утопия рядом неплохо куча дизморалик дизморальки продолжаются экспертное ускорение накидывается чтобы можно было получить преимущество ну а теперь будет брать бесятню на золото для того чтобы из ангелов сделать архангелов конечно нужно позаботиться о золоте но золото сейчас само придет после взятия утопии конечно же снова эльфы не берутся скелетов удалось еще немножечко подникрить опять как это основной аджорный степь будет хотя тут все по сути аджор все кроме ангелов здесь будут играть роль аджора причем скелеты поначалу даже ударный степь пока их не станет поменьше утопия троечка тоже должна быть точнее не должна быть а по идее будет неплохая вот конечно наличие зон с утопиями могут дать очень существенный перевес разом 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 крана а георг сколько не бегает он этих зон не находит ну по количеству разведанных зон георг проигрывает как раз таки возможно если бы больше темповал и меньше засиживался на каждой из зон тоже получал преимущество ангела потерял и вот она книга земли и шапка на пятый уровень шапка на пятый уровень дает возможность кастовать любые заклинания пятого уровня в данном случае он тоже получает воздушный контроль полностью есть возможность строить архангелов но он пока что отстраивает замок чтобы увеличить прирост ну а книга земли дает ему городской портал все все что нужно теперь кире это просто получить где-то магию земли прокачать ее и все ну в идеале конечно ну по сути снова по воздушному контролю ребята сравнялись но в наличии у розенкрана теперь полный контроль и земляной и воздушный потому что городской портал у него теперь тоже есть книги магии земли все заклинания земли имеются в том числе и городской портал внешнее жилище единорогов судя по всему хотя к концу недели он еще успевает некоторые из них добрать а возможно даже и все посмотрим с вами пока хочет ящик пандоры взять если там дадут какое-то мясо то есть армии то она может послужить как раз таки аджором для того чтобы он сейчас пошел и добрал еще одну утопию потому что одними ангелами лезть хотя стоп теперь-то у него наверняка есть воскрешение проблема в том что маны недостаточно вот как раз ему дали мясо с с которым можно будет лезть в утопию так идет пробивать еще один нагрудник окаменело целых два стека ангелов неожиданно два пегаса в итоге слито одевает другой нагрудник какая же классная вторая утопия это была по полезности по сути она ему дала сразу фулл контроль даже если бы он не получил дд у себя в замке то вот сейчас вторая утопия как раз по сути все равно бы дала ему полный контроль жесть ой-ой-ой еще и третья утопия рядом да что ж это за задача такая эта зона просто не оставляет шансов сейчас георг сколько тут три внешних жилища единорогов улик три утопии ящик пандоры нагрудник да уж ну я не знаю что сейчас должен сделать георг чтобы все-таки перевес пошел в его сторону ну перевес по армии пока да на его стороне но нужно учитывать что скоро тут будут архангелы причем буквально на следующий день они могут уже появиться и за счет прироста в двух отстроенных замках можно даже считать и третий замок там еще птицы рух прирастают даже в этом компоненте по идее с каждой неделей перевес розенкрана будет только расти ну так вот потихонечку потихонечку казалось бы из более сложной ситуации розенкран все смотрится более и более предпочтительно как игрок который скорее всего получит преимущество в данной партии оковы войны еще будут получены они в свою очередь не позволят сопернику сбежать с поля боя и таким образом любой бой розенкран при желании может сделать финальным если будет одевать эти оковы дендроидов да поставил ну и ход передается дальше на георга делает просмотр чтобы понимать где соперник находится видит что и слева соперники сверху соперника кружил его со всех сторон в подземке тоже видит что есть герой соперника но он там далековато и он понимает что это явно не главный герой поскольку возле главного героя всегда есть скопление других героев или хотя бы отстроенная цепь для этого галтран себе поднимает уровень так очередной улики очередной улик за эфритами это уже второй улик с эфритами на нашей памяти у брахильда забирается армии артефакты оставляя ему только небольшую часть оброн в это время идет и добирает еще ресурсов потому что перестройка гильдии все еще будет продолжаться и вот он городской портал все оба игрока становятся владельцами полного контроля вот так то практически в одно время становятся владельцами полного контроля с небольшой всего лишь разниц это конечно повышает шансы на то что партия получится зрелищной но за счет того что там будет скорее всего перевес по армии на стороне розенкрана то наверное у Георга шансов остается не так уж и много просто мы с вами знаем какой там расклад получается в итоге одна зона насколько большое преимущество дает в принципе это была одна из тех зон которые можно было гораздо раньше захватить но он решил оставить ее на потом ну и видите это все оправдывается гунар является лордом 20 уровня одевается наконец-то ожерелье из зубов дракона он он его сразу не подбирал когда она только была отбита но сейчас когда есть возможность уже одевается и это ожерелье что может быть он будет прыгать как раз таки в зону где находится сейчас розен кран ну кстати это позволит ему возможно отжать хотя бы одну утопию из-под очков перемещения которые есть в наличии гунара он может возможно даже две утопии забрать из-под носа но пока он видит только ящики пандоры внешнее жилище единорогов то есть по сути внешних жилищ здесь еще больше чем мы думали изначально ангелы сразу блокируют снайперов они не могут стрелять поэтому битва получается без потерь думает сразу же прыгать куда-то выше так он то ли кастует заклинание полет то ли у него уже на прошлый ход появились крылья ангела потому что мы видим как он перелетает через преграды что еще больше экономит его очки перемещения полет все-таки полет стоит стоит вот он находит утопию но это взятая утопия та утопия которую он уже успел зачистить но мы то с вами знаем о том что здесь есть еще утопия а он сразу же атакует причем атакует Маандора ловит по сути армию сейчас на ложке ну и наверное для Георга это все-таки лучше чем если бы он встретился с основным героем причем в тот момент когда уже появились в армии даже архангелы не только ангелы там бы у него шансов было еще меньше есть небольшой перевес по ангелам и есть в наличии утки то есть виверны но довольно большое количество эльфов есть которая довольно легко этих всех уток расстреляет поэтому будет в первую очередь наверное эльфов стараться минусовать за счет магии а выбивать понятное дело будет стараться ангелы хотя мы видим виверн он подставил снизу возможно даже будет экспертное ускорение потому что первая скорость в принципе у него у ангелов одинаковая скорость 12 но за счет того что атакующий ходит первым в случае равных скоростей то именно он и будет начинать вот сейчас мы посмотрим а может он цепнушкой вообще сейчас рубанет но только тогда бы он не подходил настолько близко да призадумался конечно Георг но понятное дело тут силы скажем так более-менее равны сейчас и хочется не натворить себе сейчас проблем по сути он сейчас подловил розенкрана розенкран не ожидал что тут возможен вариант того что его зарашат ну наверное не ожидал не думаю что он это делал специально ну и долго прокручивают в голове разные варианты битвы Георг и пытается сейчас подобрать наиболее оптимальный вариант как лучше всего провести этот бой у него есть возможность первым кастовать заклинание и он накидывает экспертное ускорение то есть будет врезаться утками в эльфов ну и за счет экспертного ускорения должен получить нехилое преимущество единичками виверн виверн минусует единичек пегасов ну и все эльфов тоже в наличии практически не осталось он понимает он понимает что ситуация не очень хорошая возможно он будет откупаться чтобы сохранить эту армию по сути эта армия еще способна на подвиги она может ему еще приносить свои плоды я не помню что там по золоту у розенкрана но по моему у него там по золоту все довольно неплохо то есть вполне можно откупиться ну данный бой просто-напросто не выгоден хотя вы посмотрите накидывает вот это уже совсем другой разговор я забыл что у него взрыв есть в наличии взрывом сразу же сносит всех ангелов практически и разговор то совершенно другой стоят на следующий ход он накинет взрыв на виверн ну по сути здесь очень сильный размен получится с обеих сторон вплоть до того что ни один ни второй не сможет нормально развиваться но опять же этот размен более выгоден в данном случае как раз таким розенкрану но Георг этого не знает откупился розенкран таким образом он еще и сохраняет себе армию армия которая осталась в наличии здесь у Гунара ну утопии она уже брать не способна а вот розенкран сейчас может собственно перейти в стадию когда он будет делать из ангелов архангелов и продолжать получать преимущество и сможет вернуться в эту зону ему не страшно в этой зоне оставлять собственно Георга мы видим что розенкран все равно не собирается эту зону бросать теперь как на ладони перемещение Гунара у него а Гунар в свою очередь не знает что Киви находится ближе чем он думает конечно оковы войны очень сильно хочется забрать чтобы они не достались сопернику а маны не хватает для того чтобы дедешиться и отправиться домой или хотя бы через городской портал в ближайший свой замок направиться вот уже появляются архангелы в наличии то о чем я говорил в принципе перевес по армии сейчас должен только расти а маны очень сильно не хватает он понимает ситуацию с маной что там примерно у Георга он знает что там тоже есть ДД поскольку благодаря нему он проскочил настолько быстро в эту зону я не знаю видел ли он или не видел наличие полета как он перелетает через объекты полагаю что вполне мог видеть что Исра будет дедешиться и навязывать еще один бой судя по всему уже с наличием архангелов но я представляю удивление Георга сейчас и то что его сейчас отсюда прогонят это будет очень больной удар хотя с другой стороны он не знает о наличии еще двух утопий в этой зоне поэтому возможно еще не представляет насколько эта зона важна сейчас вполне может быть но Кир придется в любом случае из армии возвращаться поскольку она не может без армии сделать ничего причем армия такая что в утопию не очень бы хотелось не лезть а так он хочет просто передать армию и не трогать что ли Гунара Кирюшкой так что ли но сейчас Исра подвозит армию поближе давайте посмотрим что он вообще запланировал таймера очень мало в наличии у Георга тоже таймера нет а он просто разбивается а за счет ДД он просто армию отсюда увозит получается он поедет удвоит ману наверное на следующий день поскольку будет начинаться четвертая неделя и уже с удвоенной маной будет продолжать навязывать сопернику проблемы а через городской портал спокойно Исра сюда отправилась самое главное сапожки и перчатки чтобы были на кирь старается не забывать про это розенкран ну и заботиться о хорошей скорости о разгоне через архангелов и нет просто ангелов берет ну в принципе разницы то нет выше 12 скорости вроде бы как нет разницы дается одинаковый разгон до сих пор до сих пор Продолжение следует...